Снова здравствуйте Давайте сегодня я вам расскажу Про носовые кровотечения Вообще штука такая вроде бы С одной стороны Достаточно бытовая Достаточно простая Достаточно распространенная Но при этом Как на людей не посмотришь Они значит сразу пугаются Впадают в панику Начинают суетиться Если у кого-то из домочадцев пошла кровь носом Мы не будем рассматривать Тот момент Если кровь носом пошла В результате травмы Ну что называется Шел Споткнулся Упал а тут из асфальта кулак торчит Всякое такое бывает Мы это рассматривать не будем Мы будем рассматривать Тот простой момент Когда Кровь пошла просто так На ровном месте Соответственно Что надо при этом делать Какие ошибки обычно допускаются И что надо делать после того как Ну и собственно почему Такое у нас происходит Дело в том Что Дело в том что Вот эти вот сосуды Которые проходят там В носу у нас Они являются в некотором случае Предохранительным клапаном И Если Вдруг Повысилось Не то чтобы артериальное Но например Внутричерепное давление Оно могло повыситься По разным совершенно причинам Оно могло повыситься До совершенно Не критических отметок Но В силу того что присутствует Так называемая Хрупкость сосудов Когда Не хватает банально Кремния В этом случае Например Происходит Банальное Сосуды В носу ломаются Вот Все И пошла Носом кровь Срабатывает Эдакий Предохранитель Да Народ отмечает Что значит Чего то там Из носа начало капать Что то где то Куда то побежало Сразу пугается Все как я уже говорил Суетятся Начинают Раз Значит Запрыгить голову Ищут лед Возникает вопрос Зачем Ну потому что Кто то так рассказал На самом деле На самом деле Если пошла Носом кровь Следует Помнить Несколько Простых Естественных Так сказать Моментов Момент Первый Когда человек Теряет Немножко крови Это совершенно Не страшно Доноры Которые Свою кровь Сдают Они отдают Спокойно По 400 Миллилитров Вот Чувствуют себя Нормально Человек Который Первый Раз Давал 400 Миллилитров В зависимости От Так сказать Конституции Может Чувствовать От То есть Вообще Ничего не чувствовать До Легкого Головокружения Обычно Дают Попить Горячего Опять же Чтобы быстрее Всосалось Шоколада Для поддержки Сил Например Лучше Гранатового Сока Конечно Вот И собственно Все 400 Миллилитров Крови 400 Миллилитров Крови Это Ребята У вас Полный Стакан 250 Миллилитров И еще Соответственно Значит Две трети Стакана Почти Два Стакана Крови И ничего Страшного Не происходит При этом Все При этом Все Надо Помнить Вторую Вещь Что Кровь Она Как Кстати говоря Обалденный Краситель Обладает Прекрасной Что называется Укрыстостью И может быть Размазана Очень тонким Слоем И вот Этого Например Стакана Крови Я уже не говорю Про полтора Стакана Этого Стакана Крови Вам Хватит Для того Чтобы Всю квартиру Трехкомнатную Все Включая Балкон Лоджию Прихожую И санузлы Измазать Так Что Будет Казаться Что Здесь Бойня Была Резня Бензопилой Понимаете Вот На это Способна Кровь Поэтому Люди Когда Видят Много Крови Они Сильно Пугаются Хотя Много Это Просто Что Много Испачкан На пол Накапал По себе Размазал В раковине Все это дело Водичкой Развелось И вся раковина В крови Значит И у всех Паника Кто-то В обморок Падает И так далее Хотя На самом деле Ничего страшного Не происходит Для того Чтобы Человек Потерял Сознание Из-за Потери Крови Требуется Чтобы Он Потерял Около Литра Или Близко К этому Там Опять В зависимости От Конституции А Литр Крови Выцедить С Человека Достаточно Сложно Это просто Сделать Если ему Вскрыть Артерию Тогда Литр Конечно Он там Потеряет На раз Но Если ему Даже Вскрыть Вену То Литр С него Выцеживать Будет Сложно Самоубивцы Которые Режут Себе Вены Те И те И то Норовят Залезть В ванну С горячей Водой Для чего Чтобы Кровь Не останавливалась Потому Что Так Она Норовит Остановиться Значительно Раньше Чем Ее Вытечет Критическое Количество Потому Что Происходит Тромбообразование При Контакте С атмосферным Воздухом Отсюда Вытекает У нас Следующее Для того Чтобы Остановилась У вас Кровь В носу Вам Необходимо Чтобы Она В том Месте Где Выходит Из сосудика Контактировала С атмосферным Воздухом Она Не будет Этого Делать Если У вас Полный Нос Крови Вы Запрокинули Голову И Она У вас Там Скопилась И Начинает Процеживаться Через Носоглок В желудок Вам Для того Чтобы Вот этот Сосудик Вместо Повреждения Начало Контактировать С атмосферным Воздухом Требуется Высморкаться Или Человек У которого Пошла Кровь Носом Ему Требуется Высморкаться Конечно Страшно Ну как И так Кровь А тут Еще Сморкаться Нет Ребятки На самом Деле Еще раз Говорю Этот Страх У вас Абсолютно Надуманный И Внушенный Стереотипными Неправильными Высказываниями И суждениями Понятно Да Поэтому Вам надо Что сделать Пойти к раковине Абсолютно Не боясь Наклониться Ну течет Течет Ну значит Организму Надо сбросить Лишнюю кровь Йокренный Бабай Раньше Раньше В конце Концов Была Такая Процедура Значит Когда приходил Лекарь И пускал Человеку Кровь И тому Становилось Легче Если у вас Кровь Почему-то Пошла Значит Организму Так надо Это надо Помнить Ваш Организм Всегда Умнее Вас Близ Лежащих Стоящих Сидящих Значит И прочее Делающих Медиков Вместе Взятых Понятно Да Если Вашему Организму Потребовалось Потерять Немножко А там Вытечет Ну буквально Там меньше 100 мл Вытечет Значительно Меньше Там Ну Рюмки Наверное Не наберется То есть 30 мл Там у вас Не будет Не вытечет Это просто Вот Все Вот это Размазанное По рукам По раковине И так далее Я уже рассказывал Про укрывистость Да Понятно Да Поэтому Спокойно Подходите К раковине Спокойно Открываете Крам С прохладной Водой Комнатной Температурой Регулируете Спокойно Сморкаетесь Моете Руки Умываете Лицо И так далее Если Кровь не Прекращается У вас В течении Пары Минут Вот если Просморкались Она у вас Заканчивается Обычно В течении Минуты Естественным Образом Происходит Там Тромбообразование И все Если в течении Этого Времени И контрольной Еще минуты То есть Две минуты Прошло И у вас Кровь не остановилась Вы Абсолютно Спокойно Просморкавшись Делаете Вот так Зажимаете Себе Вот здесь Переносицу Не надо Голову Запрокидывать Достаточно Сидеть Так же Как я Сейчас И достаточно Пережать Переносицу Вот здесь Между Глазами Между уголками Глаз Все Нажать До Легкого Болевого Ощущения Все Ребятки После этого Подержать Кровь у вас Скорее всего В течении 15-30 секунд После этого Остановится Потом еще раз Просморкаться И она у вас Остановится Окончательно Все Это все Характерно Точно так же Подходит Для ваших Детей Значит У детей Такое происходит Очень редко Если не было травмы Обычно Такое происходит В подростковом возрасте Потому что Чем у нас Характерен Подростковый возраст Он у нас Еще Называется Пубертатный Периодом Значит Это Период Интенсивного Полового Созревания Это когда Включается На полную Ночь Гормональная Система А гормоны У нас Являются Ускорителями Катализаторами Всех процессов Просто Напросто Поэтому Что-то Где-то Начинает Интенсивно Расти А если Где-то Не хватает Струи материалов То Как известно Где тонко Там рвется Понятно Да Значит Следовательно Надо Обратить Внимание На то Что Человеку В рационе Скорее всего Не хватает Либо банально Витамина С Либо Скорее всего Ему не хватает Рутина В аптеках Продается Аскорутин Например Который Можно употреблять А витамин С С рутином Сразу Вместе И вот это Хозяйство Можно употреблять Для того Чтобы Укрепить Сосуды Опять же В более Зрелом Возрасте То есть Где-то После 35 Примерно Лет Там Подобное Явление Может Возникать В результате Того Что сосуды Начинают Известковаться Если Не хватает Кремния Но Кремния Обычно Хватает Всегда Обычно Его хватает Всем Потому что Его требуется Не очень Много Вот И если Его категорически Не хватает Значит у вас Слишком много Глистов Все Банально Хотя Значит Последние Какие-то Там Публикации Говорят Научные Публикации Пытаются Нам Рассказать Что Глисты Кремний Не потребляют На самом деле Глисты Его не то Чтобы Не потребляют Они просто Напросто Мешают Всасыванию Отдельные Элементы В результате Чего Начинают Возникать Перекосы В организме И человек Начинает Болеть Понятно Да Вот Собственно Все Собственно Все То есть Ничего страшного Не происходит Если Это происходит У ребенка И С определенной Регулярностью Вот То Вам В любом случае Необходимо Сходить К медикам Чтобы проверили Внутричерепное Внутриглазное Давление Ну так Чисто На всякий Ребята Случай А случай Бывает Всякий Понятно Да Сходите Проверьте Вам главное Продиагностироваться Вот Если говорят Что Все нормально Все в пределах Нормы Значит В пределах Нормы Это вызвано Либо Неправильным питанием А Ребенком Требуется Говядина Тушеная Говядина В обязательном Порядке Тушеная Говяжья Печень В обязательном Порядке И Гранатовый Сок Только не тот Который В бутылках Там где Читаешь Состав Значит Вода Краситель Лимонная Кислота Что там Еще Концентрат Значит Граната Сахар Ну и так Далее А сколько Там этого Граната Так и Не пишут То есть Видимо Совсем Следы Нет Берете Банально Гранат С одного То вы Точно Для ребенка Не разоритесь Режете Поперек Ножом После того Как помыли И выдавливаете Все это Хозяйство Старательно Через марлю Получается Гранатовый сок Который 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 Немножко Развести Водичкой И Поить Ребенку Ему Это Понравится И будет Очень Полезно Например Понятно Да Вот Источником Опять же Кремния Является У нас Хвощ Полевой Который Можно Пойти В аптеку И Купить Который Можно Соответственно Заварить Который Можно Сварить Который Можно Положить В суп И сварить В составе Супа В конце Концов Его Надо Съесть Потому Что Кремний Там А Летом Соответственно Надо Использовать В рационе Крапиву В которой Тоже Кремния Много Из Кремния Там Состоят Вот Эти Вот Иголочки Стрекательных Желез Вот Которые Выстреливают Которые Втыкаются Значит Они Из Кремния Причем Там Не Чистый Кремний А Ой Не Помню Какая Форма Кремния Ну Как раз Таки Органическая Оно Рассасывается В теле Вот Таким Вот Образом Понятно Да Бывают Конечно Случаи Когда Кровотечение Все Таки Достаточно Сильное Но Обычно Это Сильное Кровотечение Происходит Не столько Через Нос Потому Что Даже Достаточно Сильное В течении Пяти Минут Останавливается Обычно Если Кровотечение Сильное Оно Происходит С С С С С С С С С В этом С С С С С С С Интенсивно Бывает Это Обычно Либо У Подростков Либо В Период Где-то Примерно До Двадцати Семи Лет Значительно Реже Это Бывает Позже Или Значительно Реже Это Бывает До Одиннадцати Лет Очень Редко И Вот Здесь Значит Да Если Кровь Пошла Через Носоглотку Вам Все Таки Лучше Всего Вызвать Скорую Потому Что Мало Кто Из Вас В Состоянии Сделать Тампонаж То Есть Что Это Такое Для Этого Потребуется Стерильная Вата Ну Или Хотя Бы Просто Чистая Вата Которую Вы Должны Свернуть В Тугой Жгут В Тугую Турунту Достаточно Длинную И Фактически Вкрутить Через Ноздрю Но Так Как Вы Не Знаете В Какой Именно Ноздре В Каком Именно Носовом Проходе У вас Там Случилась У человека Беда Вы Вкручиваете Сначала В одну Ноздрю Так Чтобы Конец Показался Когда Человек Открывает Рот Показывает Вам Горло Вы Должны Вить Кончик Там И Точно Так Во вторую Ноздрю Процедура Конечно Неприятная Поэтому Вполне Может Потребоваться Чья-то Помощь Для того Чтобы Подержали Голову Болезнему Но Требуется Вкрутить Все Это Хозяйство Туда Если Продолжает Сочиться И в этом Случае Значит Вам Требуется Запрокинувший Человеку Голову А это И так Потребуется Чтобы Вы Спокойно Могли Работать Значит Банально Пропитать Отсюда Из Ноздрей Торчит Все Это Хозяйство Вот Эти Концы Пропитать Весь Жгут Перекись Водорода Все Банально Вы Почувствуете Вернее Человек Которому Вы это Делаете Он почувствует Что ему Там щипет Что ему Там Что-то Шипит Пузырится Вот Как это Обычно Происходит При реакции Крови Перекись Водорода Но Вызвать Медиков Это Не Отменяет То есть Вы В любом Случае Вызываете Единственное Что Вот таким Вот способом Когда кровь Течет Достаточно Интенсивно В течении 30-40 Минут Человек В состоянии Потерять Тот Самый Литр Крови Сигнализировать Об этом Будет Рвота Кровью То есть После того Как наберется В желудке Примерно Те самые Полтора Стакана Крови Человека Скорее Всего Вырвет Ею Потому Что Человек Все Таки Не Вампир Вот И Соответственно Сырую Кровь Он Переваривает Достаточно Плохо В больших Объемах Понятно Да Вот Вот Таким Вот Собственно Образом Почему Я Обхисываю Так Подробно Значит И заодно Отвечаю На вопросы Некоторых Товарищей Откуда Я Вот Это Все Хозяйство Знаю Кто Я По Профессии Если У Меня Медицинское Образование И так Далее Ребят Это Все Практика Это Все Практика Тампонаж Мне Делать Приходилось Значит В то время Когда Я Учился Ну А Что Делать Собственно Но И не то Чтобы Я Знал Как Это Надо Делать Правильно Просто Логически Было Сделать Именно Так И Я Соответственно Это Делал Потом Выяснилось Просто Что Да На самом деле Это Правильно Когда Медики Приехали И сказали Что Вы Вызвали Все Сделано Не А Я Хрен его Знает Так Надо Не Так Надо Что Сыном Образом Кстати У этого Парня Больше Таких Случаев Не Было Не Было Травмы Все Было У него Нормально А Тут Вдруг Пошла Кровь Сделал Тампонаж Вот Госпитализировать Его Не Стали Просто Понаблюдали Сказали Все Остановилось Сказали Когда Эти Турнты Убрать Вот И На Этом Все Вот Таким Вот Образом Ребятки Так Что Учите Мат Часть Вот Думайте Своей Головой И Никогда Не Позволяйте Панике Овладеть Вашим Сознанием Тогда Все Будет В Порядке Всем Пока Сознание Думаю Сознанием Сознанию Сознание Продолжение следует...